Аллилуйя! Слава Богу! Да, вижу, есть уже подключение Замечательно Шаббат, шалом Да, у нас 6 часов уже утра Без одной минутки На моих часах здесь Да, доброе утро всем Доброе утро! Аллилуйя! Шаббат, шалом Шаббат, шалом Шаббат, 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 шалом Догорают мои шаббатные свечи Шаббат, шалом Шаббат, шалом Шаббат, 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 шалом Субботний мир Шаббат, шаббат, шалом Субботний мир Шаббат, шаббат, шалом Субботний мир, Господний мир Аллилуйя, Аллилуйя Субботний мир Да, вот сейчас включу у себя Да, друзья, приветствую всех, доброе утро Сегодня у нас 9 марта 2019 года А в библейском календаре Второе число уже, второй день 2-го Адара 5779 года от сотворения мира Ну или, если считать от исхода То последний месяц уходящего 3330 года от нашего исхода Да, в рифму даже, да 3330 года от нашего исхода Года нашего исхода Вот так вот, да И Так, здесь у меня что-то Остановилась Трансляция Так Надеюсь, не прерывается Ну, даже если прерывается Не беда У меня есть камера Камера все пишет Вот, правда, вчера я не включил ее Вовремя Но ничего Сегодня включил Прямо сразу Включил Поэтому Потом записи все будут На ютубе На моем На этом канале Да А здесь какие-то технические Какие-то Небольшие проблемки Возникли У меня Ну, ничего Да Конечно, для таких трансляций Надо бы Надо бы Чтобы были помощники Самому сложно Честно говоря Так вот За всем так уследить Сразу Но ничего Господь дал Возможность такую Слава Богу Ой Сейчас, сейчас, сейчас Я думаю, что и В Туле Дома тоже Получится Делать трансляции Надо просто Там Организоваться Вот А здесь-то в Киеве Есть возможность Такая Хорошая Вот Правда Значит, ну Соседи Сверху Снизу Здесь Значит Я пою Но ничего Иногда Кого-то, может, разбужу Пораньше Вот Воспеваю Господу Здесь Прославляю Бога Вот В песнях В песнопениях Ну и тем более Шаббат Тем более Суббота Вот И Слава Богу За все Слава Господу Богу Всемогущему Аллилуйя Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо За все Аллилуйя А тем Иоанна Первой главе Написано 1.12 А тем Которые приняли Его Верующим Во имя Его Дал власть Быть Чадами Божьими Первый Иоанна Так же Прочту 1.7 Написано Кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает Нас От Всякого Греха И в том же Первом Иоанна Только 5.11 Бог даровал нам Жизнь вечную И сия жизнь В сыне Его Аминь Бог даровал нам Жизнь вечную И сия жизнь В сыне Его Вот этот стих Первый Иоанна 5.11 Сегодня Провозглашаю Напоминаю Себе И вам Друзья О великом Спасении О великой Благодати Которую Бог Нам Дал Подарил Жизнь вечная Дар Божий Во Христе Иисусе Господе Нашем Это самое Великое Во вселенной Вообще Чудо Вот Мы Как Человеки Как Человечество Отпали К сожалению Тогда Вот 5.779 Лет С половиной Тому назад Трагедия Великая Разыгралась На нашей земле И Последствия Этой Страшной Трагедии Они до сих пор Видны И Больше Того Скажу Так Сегодня Еще Больше Больше Вот Как бы Зло Усиливается И Просто Ну Для всех Очевидным Является То что На самом деле Вот Последствия Того Грехопадения Отступления От бога Они Ужасны Войны Вот К примеру Сейчас Здесь В Украине Идет война Вот И Между Нашими Народами Идет Между Многими Народами Вообще На этой земле Идет война В том числе Информационная Самая страшная Не только На поле Брани Ладно Это как бы Страшно Это ужасно Это Отвратительно Когда Действительно Человек Убивает Человека Любая Война Она Брадоубийственна Начиная С самого Первого Кровопролития Когда Брат Убил Брата Каин Убил Авеля И Знаете На самом Деле От одной Крови Бог Произвел Весь Род Человеческий Для обитания По всему Лицу Земли Поэтому Любая Война Она Брадоубийственна И любая Вражда Она Это Братоубийство Любая Ненависть Это Братоубийство Потому что Все люди Братья Но как Кто-то написал Там на фейсбуке В статусе Там у себя У меня там В новостях Пробитнуло Я запомнил Такую Интересную Присказку Такую Все люди Братья Но не все Братья Люди Интересно Как бы Да Вот Интересно Такое Высказывание Я уж Не помню К чему Он это написал Или это Комментарий К чему-то Было Или это Просто Такая Мысль У него была У кого-то Из моих друзей На фейсбуке Или у друзей Моих друзей Кто-то там Лайкнул Наверное Не знаю Перепостил Вот Но Но Высказывание Интересное Что Все люди Братья Да Но не все Братья Люди Вот И знаете Вот такое Ощущение Что Вот да Мы Действительно Мы все Братья Да Но такое Ощущение Что Далеко Не все Люди Еще и Люди Вот А почему Почему Часто Люди Не люди Почему Часто Братья Не люди Почему Потому что Действительно Этот образ Божий Он Теряется В человеке Затирается Как вы знаете Образа Иконы Я сам художник Вот по своей Специальности До церковной И Некоторые Видел образа Некоторые иконы Допустим Да Древние Даже не только Древние Даже просто Старые иконы Допустим 19 века Еще Не такие Уже Древние Просто Были Очень сильно Затертые Тогда Вот Ну да Почти 100 лет Был этим иконом Вот 87 год Был 88 год И Там Батюшка Этот У которого Я служил Тогда Как чтец И как Значит Там Хором руководил Тоже И в алтаре Помогал ему Да В 87 году Это было Вот И отец Иоанн Квитович Старенький Батюшка Там Фактически Да Без выходных Там постоянно При храме Вот И служил И знаете Интересно Что Он давал Мне Как художнику Я ему Приносил Некоторые Иконы Я пытался Что-то Изображать Рисовать Писать И Он приносил Я приносил Он Выставлял То есть Себя там В алтаре Вот А потом Правда Помню Первый раз Принес там Темпер И гуашью Работал я Значит И Не покрыл Ничем Икону Принес Ему Показать Как бы Да А он Сразу в алтарь Понес Значит И там Освещал Что-то И тоже Мою икону Тоже покрапил А наша От воды Все потекло Там Надо же Думаю Ну жалко Ну и ничего Вот Потом уже Да Значит Надо сразу Если их несешь Уже в храм Показывать Надо сразу Покрывать Короче Лаком Чем Вот И Так вот К чему я говорю Что там были Старые иконы Такие Порой Не старинные А старые 19 века Им было Почти 100 лет Тогда Вот И Написано В конце 19 века Да Начало 20 века Вот И Знаете Ну Они в таком Были ужасном состоянии Вот Там Лика Этих Святых Там Ликов Фактически Не было видно Вообще То есть Они были Так вот Закопчены Там Чем-то еще Покрыты Видимо Так не умело Поверху Вот этого Лака Еще там Чем-то были Покрыты Ну Для Наверное Пущей сохранности Не знаю Так думали люди Но Потом еще И копоть Еще добавилось Дополнительно И все И Фактически Ничего не было видно Ну и что Приходилось Оттирать Вот Как мог Там Вот Консультировался Значит Как Правильно Обрабатывать Значит Снимать Вот Эта Грязь Вот И Тер 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 Вот И Натирал Вижу Потом Уже Смотрю Уже Уже Лик Виден Уже Святого По крайней Мере Уже Кое-что Видно Уже Там Руки Лик Одежда Просвечивается Интересно Так было видно Что Самое интересное Занятие Такое для меня Было Даже Что Вот Как бы Просто Черная Копченая Доска Фактически Ну Ничего Не видно И вот После Там Дня Второго Дня Там Работы Ты видишь Уже Облик Святого И видишь Что это За святой Бывало Что думали Что один Святой А потом Когда Оттирал Оказался Совсем Другой Образ Но Ничего Очень Интересно Было И вот В жизни Человека Тоже Так Я так Рассуждал И С отцом Иоанном Тогда Нашим Настоятелем Я разговаривал Тоже На эту тему Он тоже Как раз И говорил Что Да Человек Тоже Это Как образ Икона Бога Да Но Вот Настолько Закопченная Настолько Вот она Эта икона Загажена Закопчена Почерневшая От всего Что Уже Не видно Ничего Порой Просто Черная доска И все Знаете Вот Черный квадрат Малевича Помните Да Ну наверное Даже люди далекие От искусства Знают Об этом Черном квадрате Вот Да не все знают Историю Этого Черного Квадрата Есть разные версии Разные мнения Но я вам Рассказываю То Сейчас расскажу То Что Слышали мы Молодые художники Тогда В училище Художественном Орловском Тогда Вот В 87 88 Годах Я учился Я учился В Орловском Училище Художественном И Рассказывал Нам Один из учеников Малевича Казимира Тогда Проживавший В Орле Ну правда Он Матершинник Был И блудник Такой был И Выпивать Любил Так вот И Ну морально Он Честно говоря Очень нехорошо Выглядел И Постоянно мат Был у него В устах Хотя Художник хороший Вот как бы Его хвалили Хороший Рисовальщик Старательный Вот значит Рисовальщик У нас он не преподавал У нас по рисунку По живописи Был Тимоничев Юрий Матвеевич Преподавал Но вот Что мы слышали Тогда При встрече О Малевича И Следующее Что Черный квадрат Черный квадрат Какая идея была Этой картины Какую идею Он Малевич Казимир Говорил Своим ученикам В мастерской И И так же При открытии выставки В Москве Значит По моему Была выставка Открыта Я уж не помню Как он рассказывал Первая выставка была Могу ошибиться Сейчас Вот Но не так Не суть важно Была открыта Первая выставка И Собрались люди Там были какие-то там Какие-то журналисты Какие-то были Писаки Значит И Вопрос Вопрос Как он Объяснит Эту картину Черный квадрат И Казимир Малевич Сказал В присутствии Учеников То что Он ученикам Говорил В мастерской Еще До открытия Выставки Он сказал Бога нет Бог умер Вот эти слова Были И Со слов Ученика Казимира Малевича Вот Пресса И Вот Обыватели Собравшиеся На открытии Выставки Очень бурно Зааплодировали Это было принято Очень сильно Как бы так Революционно Как бы Как революция В живописи Но правда В мастерской Тот Казимир Самый Малевич С матюками Добавлял Еще Ну Гораздо Более Радикальные вещи Вот Нежели он сказал На прессе Пред людьми Пред людьми Он сказал Что Бог умер И Бога нет Вот А В мастерской Он сказал Еще более страшные вещи Для художников По крайней мере Тогда Потому что Они были атеистами Для них Бог умер Ну Бог жив Бог умер Как бы ничего не значило Абсолютно Фактически А вот дальше Что он сказал Вот для них Для художников Молодых тогда Пацанов совсем Это было страшным Заявлением Потому что Дальше Казимир сказал так Что значит Что И живопись умерла Живописи нет Все Все И даже Как бы Расходитесь Больше искусства Нет Это самое крайнее Все Больше После черного квадрата Искусства Никакого нет Все Живопись нет Живопись умерла Для молодых Тогда Пацанов Этих художников Это было Конечно Как тот Выражался Серпом По Ну Как бы Детородным органам Как бы Как он там Вот И Он там Выражался С мутюками Вот Мы пацанами Все это слушали Ну Не знаю Я вообще К матам не привык Значит Там Краснил И все Значит Но Но саму суть Я запомнил Тогда на всю жизнь Думаю Надо же Вот Черный квадрат Да Бог умер Бога нет Вот это высказывание Казимира Малевича Вот И Потом Ну И когда вот Оттирал я те иконы Вот Черные Квадраты Ну там больше прямоугольники были Правда Чем квадраты Ну в принципе то же самое Черные вот эти прямоугольники Квадраты Оттирал я И знаете ли После там День Два Три работы Когда видишь образ Уже Просвечивающийся Образ Появляющийся Лик Появляющиеся Руки Облачения Так красиво А потом Еще дни проходят И ты работаешь И уже Снимаешь Весь этот Слой И лак снимаешь Весь Значит Потом покрываешь Новым лаком И Она просто Обновленная икона Это видишь Что это образ Святого Он Великолепен на самом деле Вот И Скажу так Что действительно Казимир Малевич Был в чем то прав Что Бог умер В сердцах Миллионов людей Он умер И Миллионы и миллионы Людей превратились В такой черный квадрат Действительно Это правда Поэтому Казимир Малевич Выразил Действительно Дух времени И выразил то Что он видел То что он переживал Он был атеистом Убежденным Он был Отступником От Бога Отрекшимся От веры Отрекшимся От Бога В юности Своей И Его путь Безбожника Он Был Знаете ли Путем В никуда И этот путь Привел его К черному квадрату Вот И сам он стал Сам он стал Его душа Стала этим черным квадратом Символом безбожия Символом атеизма Воинствующего Безбожия И знаете ли Но даже если Человек стал черным квадратом Или там черным прямоугольником И черным черно В его душе Знаете ли Есть кровь Христа Как я прочел В самом начале Сегодняшнего Этой трансляции Которая омывает нас От всякого греха О чем пишет Первом Иоанне Пишется Слава Иисусу Христу И однажды Великому американскому Реформатору Проповеднику Мартину Лютеру Кингу Вопрос задали Как вы Будучи черным Можете что-то светлое Белое Светлое нести Человеку Человечеству Ну так С поддевками Всякие были вопросы Много было у него врагов Много было завистников И среди черных И среди белых И находились такие негодяи Которые вот так вот Поддевали его Вот и Слава Богу Потому что Мартин Лютер Кинг Он Ответил Очень достойно И на этот вопрос В том числе И он сказал Да Его спросили Как вы будучи черным Можете что-то светлое нести Он сказал так Ответил Тому негодяю так Что Да Я черный У меня черная кожа Но у меня белое сердце Омытая кровью Иисуса Христа Но я знаю многих белых У которых белая-белая кожа Но черное-черное сердце Которое не знает Иисуса И знаете Вот эти слова Великого американского реформатора Баптистского пастора Мартин Лютер Кинга Они действительно Очень сильно Открывают саму суть Всего Роман пишет Шаббат шелом Витаю в шаббат Усих святых Слава Иисусу Христу На виде слава Богу Святому Аминь 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 Так что друзья Братья Сестры Действительно Кровь Иисуса Христа Агнца Божьего Омывает нас И я снова прочту Эти места из Писания Во-первых Из Евангелия Атеана 1.12 Написано А тем А тем которые Приняли Его Верующим Во имя Его Дал власть Быть чадами Божьими То есть Детьми Божьими Потом 1 Иоанна 1.7 Как раз Где говорится Что кровь Иисуса Христа Сына Его Очищает нас От всякого Греха Кровь Иисуса Христа Сына Божьего Действительно Очищает нас От всякого Греха Хотя была пролита 2000 лет тому назад Но Для Бога Вне времени Агнец Вообще От века Заклонный Это тайна Мы до конца Ее и не поймем Мы лишь Верой Принимаем Это Но Разумение Понимание Придет уже Когда мы сами Будем в том состоянии Вечности Когда уже Время Времени не будет Когда Самое временное Измерение Это Творение Одно из творений Бога Оно прекратится Время Временно Можно так выразиться Интересно Время Временно Действительно А вечность Вечно Ну звучит Может кому-то глупо Но так оно есть На самом деле Время Оно временно А вечность Оно вечно И время Это творение Бога Бог сам вечный И из вечности Он нас создал Он нас родил И я благодарен Богу всемогущему За это Но он родил нас Из вечности И для вечности Из вечности И для вечности И хотя мы Во временном Этом мире Живем Временно Но мы Из вечности И для вечности Созданы И потому Кровь Иисуса Христа И сейчас В любой момент Этого временного Бытия Она омывает нас Это кровь Иисуса От всякого Греха И совершилось То что Иисус сказал Это совершилось Искупление Рода Людского Совершилась Однажды И навсегда Он приобрел нам Искупление Вечное И вот 1 Иоанна 5.11 Вот этот стих Который сегодня Провозглашаю 1 Иоанна 5.11 Бог даровал нам Жизнь Вечную И сия жизнь В Сыне Его В Сыне Божьем Иисусе Христе Жизнь Вечная И даже Я подытаживаю То что говорил Выше Как художник Даже если Жизнь человека Она закопчена Грехом До неузнаваемости Даже если Образ Божий Затерт Так В человеке Что его И не видно Он загажен Так Что просто Жизнь человека Превратилась в такой Малевический Черный квадрат Символ Безбожия В искусстве И апофеоз Именно Умершего Бога Идеи Умершего Бога И знаете Друзья В таком случае Если даже Квадрат Или прямоугольник Или что угодно Круг Ваша жизнь Черный Есть Черная Есть фигура Есть Кровь Иисуса Христа Который Омывает Человека Омывает Любого Грешника Очищает Есть Благодать Божья Данная Нам Людям Спасение Дар Божий Жизнь Вечная Во Христе Иисусе Господе Нашем Это величайший Дар Истрадавшемуся Человечеству И поэтому Через кровь Иисуса Христа Образ Божий Возвращается Проявляется Сейчас Ну я раньше Занимался Тоже Фотоделом И Значит Да Проявители Растворители Закрепители Вернее И Когда В лаборатории В фотолаборатории Мы печатали фотографии С пленки Отснимали кадр Допустим Раньше Не было цифры Это сейчас Благодать Какая дана нам Цифровая технология Слава Богу За это Вот В наш век Когда Космические корабли Как говорится Борозят просторы Вселенной Живем Вот А тогда еще Пленочными аппаратами Пользовались Вот И Отснимал пленку Там Зарядил пленку И над каждым кадром дрожишь Да Сейчас там Гигабайт Немеренно Снимай И Не переснимаешь Все Вот Вот И И проявляешь И вот Чудо Да Интересное Зрелище Проявляется Изображение Просто Фотобумага И проявляется Изображение Если Пораньше высунешь Да Оно будет Чуть-чуть Видно Мы так Тоже баловались Передержишь Уже Темное И как бы раз Но сам Сам эффект Мне нравился Всегда Проявление Проявляется Изображение Очень красивый Эффект Такой Вот Знаете И Если мы Как Человеки Попадаем В эту Среду Божью Среду Божью Атмосферу Божий Этот океан Божьей любви Погружаемся То Проявляется Образ Бога Изначально Который В нас Заложен Изначально Бог В нас Ох И так Прекрасно Когда мы В Боге Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Благодарю Тебя Святой И праведный Бесчисленных Миров Господь Единый Царь Над всей Вселенной В Твоих Руках Мой Дух Душа И плоть Спаситель Ты Венец Мой Вожделенный Под Сенью Крыл Твоих Спокойно Я живу Как Пташка Малая В Тебе Я безопасен В объятиях Твоей Божественной Любви Живу Как Наш Союз Любви Прекрасен Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя Святой И праведный Благодарю Благосновенный Господь Бог Наш Совершая Хлебопреломление У меня Виноградный Сок Сегодня На Шаббат Я Заранее Приготовил Такой Виноградный Сок Нет Я Сегодня Поднимаю Такой Тост Сегодня Говорю О крови Христа О Благодати Божьей Говорю О Милости Его У меня Хала Вчерашний Хала Плетенка И Сегодня Я Восхваляю Всемогущего Бога За Жизнь Поднимаю Бакау За Жизнь Лехаем Как в Еврейской Традиции Говорим Лехаем За Жизнь Потому что За Жизнь Мира Он Отдал Свою Жизнь Сын Божий Бог Даровал Нам Жизнь Вечную И Сия Жизнь В Сыне Его В Сыне Божьем В Иисусе Христе Жизнь Вечная Жизнь Вечная Бесконечная Счастливая Пресчастливая Во Христе Иисусе Спасибо Тебе Господь Я Поднимаю Этот бокал Я Поднимаю Этот хлеб С верой Надеждой И любовью В Твою Благодать И милость Спасибо Тебе Господь Благодарю Тебя Милостивый Бог Мой Много Милостивый И истинный Благодарю Тебя Человеку Любивый Ты Создал Весь этот Мир И Сегодня В этот Субботний День Твой День День Господний Я За Отца 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 Адама За Нашего Общего Про Отца Про Батюшку Нашего За Адама За Нашу Про 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 Матушку Еву Благодарю Тебя, Господь, за наших прародителей, наших пращуров Они провели с Тобой тот первый шаббат в раю, который был для них и последним в раю шаббатом Но, Господь Всемогущий, я благодарен Тебе за то, что и сегодня, спустя тысячелетия Мы совершаем это таинство, празднуем тот день в воспоминании о рае Но не только о прошлом воспоминая, но воспоминая и о будущем Воспоминание о будущем – это есть шаббат, это есть суббота Потому что мы знаем, что когда придет Машиах, когда вернется Христос Его второе пришествие, царственное пришествие на облаках небесных То все изменится И царство тысячелетнее Христово на этой земле прибудет И тогда, из субботы в субботу, люди будут преклоняться, преклоняться при Тобой, Господь Поклоняться Тебе, Боже, приходить на поклонение Тебе, Господь Савауф Исполнится пророчество о мессианском царстве Спасибо Тебе, Господь, за все Благодарю Тебя Боже, и когда времени не будет уже Когда время закончится, вообще как таковое Наступит блаженная вечность И шаббат – это есть воспоминание о вечности Напоминание о вечности для временного мира Спасибо Тебе, Господь, за все Благословен Ты, Царь Вселенный, давший нам хлеб из земли Аминь Благословен Ты, Царь Вселенный, Бог наш, давший нам плод виноградной лозы Аминь Благословен Господь, возлюбивший нас, Бог Святой И отдавший жизнь свою за нас Кровушку за нас проливший Отдавший Сына Своего Единородного Иисуса Христа Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб Но имел жизнь вечную Кровь Иисуса Христа, Сына Твоего Очищает нас от всякого греха Ты, Бог, даровал нам жизнь вечную И сия жизнь в Сыне Твоем В Иисусе Христе Иешуа Машир Благодарю Тебя, Господь И нам, принявшим эту благодать Принявшим Иисуса Христа Верующим во имя Иисуса Христа Ты дал власть быть чадами Твоими, Боже Ты дал власть быть чадами Твоими, детьми Твоими Сыновьями и дочерьми Твоими Возлюбленными чадами Спасибо Тебе, Господь, это все Благословен Бог наш Благословен Тело Христа Кровь Христа Иисуса Аминь 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 Аминь, Аминь Славлю Тебя, Боже Славлю Тебя Прославляю Тебя Слава, 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 слава Тебе, Боже Благодарю Тебя За Твою любовь Благодарю Тебя За благодать За Новый Завет в крови Сына Твоего Иисуса Христа Господа нашего Спасителя Моего Господа Моего Спасителя Целителя Освободителя И ни в ком другом для нас, людей Для всего истрадавшегося человечества Нет спасения Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Благодарю Тебя Благодарю Тебя, мой Бог и Царь Ава, Отче, Папочка Отец Мой Иегова Творец неба и земли Всего видимого и невидимого Благодарю за Иисуса Христа Сына Твоего Первница Агнца Твоего Единородного Твоего Благодарю Тебя за любовь Твою Взошедшую на крест Голговский Благодарю Тебя за кровь святую Агнца Твоего За каждую капельку крови святой Боже Которой искуплены мы от суетной жизни Которой мы очищены Которой я спасен Которой я очищен Спасибо Тебе, Господь Благодарю Тебя, Святой Благодарю Тебя За Духа Святаго Твоего Благодарю Тебя, Господь, за дар Твой Бесценный, драгоценный дар Твой Христос в нас Упование славы Христос в нас Упование славы Жизнь вечная Христос в нас Спасибо Тебе, Господь Спасибо Спасибо За жизнь мира Лехаем За мир За жизнь Ты отдал свою жизнь Боже Всемогущий Благодарю Тебя Чаша Крови Иисуса Христа Знак Нашего спасения Символ Нашего спасения Великая реформация Начавшаяся в Европе Пять столетий назад Была обязана Своим началом Тому, что было за сто лет До того Во время Яна Гуса Яна Жишки Иеронима Пражского Других братьев И Те люди, которые Вот как Малевича Черный квадрат Оттирали Церковь закоптилась Так страшно, что Не дай Боже Но первые Начали оттирать Еще до Лютера За сто лет Вот Ян Гус И его Старший современник Еще Старшие современники Его Джон Уиклиф Уиклифисты Были разные предложения Что на знамена поставить Но решили вот это Поставить на знамя Чашу Чаша Чисто практически Чтобы чаша была доступна Прихожанам Так, для причастия А Духовно Чаша в том Что Через кровь Иисуса Христа Мы все имеем Все Спасение Жизнь Исцеление Все, все, все Поэтому И знак наш тоже Чаша Господня Спасибо тебе, Господь Аминь 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 Слава тебе За Голгофу За кровь Я тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За Голгофу Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Благодарю Тебя Отец Мой Бог Мой Царь Мой Иегова Творец Неба И земли Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель Мой Господь Мой Брат Мой Царь Мой Друг Мой Благодарю О Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель Мой За все Я Благодарю За все Я Благодарю За жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Отец Бог Мой Царь Мой Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель Мой Господь Мой Друг Мой Брат Мой Благодарю О Дух Святой Ты всегда со Мной Утешитель Спасибо 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 За все Я Благодарю За все Я Тебя Люблю Я Тебя Мой Бог Люблю И за все Благодарю Я Тебя Мой Бог Люблю И за все Благодарю За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю Благодарю Воскресенье Твое И Мое За Победу Твою И за жизнь Вечную Благодарю Тебя Отец Любимый Мой Папочка Бог Мой Иегова Бог Благодарю Благодарю Тебя Иисус Христос Брат Мой Господь Мой Друг Мой Царь Благодарю О Дух Святой Ты Всегда Со мной Утешитель Мой За все Я Тебя Люблю И за все Благодарю Благодарю Я Тебя Мой Бог Люблю И за все Благодарю Аллилуйя 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 Слава Богу Всемогущему Хвала 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 Господу Аллилуйя Спасибо Господь за это доброе утро за эту субботу Этот шаббат Благодарю Тебя Господь Сегодня Благослови Господь Собрания В синагогах В домах Молитвы Церквях Боже всех Чтущих Твой святой день Благословляй Сегодня Особенным образом Благослови Мессианские общины Сегодня Собирающиеся И здесь в Киеве И по всему лицу земли А на Ипаче В Иерусалиме И в Израиле Благослови Господь Во имя Иисуса Христа Бешем Иешуа Аминь Роман пишет Аминь Аминь Аллилуйя Шаббат Шалом Слава Богу нашему Вседержителю Аминь Аминь Вседержителю Аминь Хвала Хвала Благослови 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 Небесного Бога Папочки Ави Пусть Бог благословит вас всех Дорогие друзья Во имя Иисуса Христа Благослови Благослови Всех вас Приближается Праздник Пурим И И сегодня уже второе число, второго Адара, вот, и уже скоро праздник Пурим. С каждым днем приближение праздника ощутимо, все. Вот, и я провожу по вечерам такие включения, в 6 часов вечера по киевскому времени, подключайтесь, не забывайте. Вот, я думаю, получится все дни у меня проводить, вот. Даже если не здесь на квартире, то где-то там, может, в парке или где-то на улице, ну, получится в 6 часов вечера включаться. Вот, и слава Богу, вот, и сам праздник Пурим, библейский этот праздник наш, да, Господний такой праздник, хотя это не Господний в таком смысле, чтобы, что не Бог дал его нам, как бы так вот напрямую, как в Библии, да, в Торе. Но этот праздник, он, он действительно Господний в том, что Бог Всемогущий явил свое чудо, явил свое чудо спасения, избавления. Это праздник наш и праздник Господний одновременно такой. Очень интересно. Библейский праздник, святой библейский праздник. Для всех, чтущих Библию как Божье Слово, это действительно великий праздник. В этом году полнолуние этого месяца, наступившего только, что сегодня второе число этого лунного месяца Адара Второго, будет в этом году 21-22 марта. Соответственно, это будет 14-15 числа месяца Адара Второго. Вот, и 20-го Адара, ой, извиняюсь, 20-го марта, 13-го Адара, соответственно, будет проходить пост Эсфири, так называемый, да, и мы будем делать трансляцию и, в общем-то, поститься, молиться общецерковно этим постом Эсфири. Воспоминая тот самый пост, когда царица Эсфирь, Мордыхай и народ Израиля вопили к Богу, постились, смирялись, и Бог услышал и помиловал народ свой. Спасибо Господу. Вот, и сам праздник, уже 20-го марта вечером начинаем весело праздновать праздник Пурим. Читаем книгу Эсфири, перечитываем ее вновь и вновь с любовью, с благодарностью к Богу, вот, и Пуримшпиль, я не знаю, получится ли, ну, здесь, найдите в вашем городе синагогу, мессианскую общину, посетите Пуримшпиль, не пожалеете. Вот, это очень важно, такое, такое прекрасное объяснение, театральное объяснение того, что тогда произошло при Ахашвероше, при Артаксерсе, царе. И благочестивой и святой царице Эсфири и Мордыхая. Вспоминаем их добрым словом спустя эти столетия все. Слава Богу. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры, благоставляю священническим благословением. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журублев. Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат.